Приветствую, дорогие друзья! Сегодня у нас в WooCommerce и поговорим мы про вариативные товары. Как их создавать, как настраивать, как управлять. Почему-то у многих пользователей возникают с этим проблемы, поэтому попробую объяснить все в этом видео. Поехали! Вариативный товар Вариативный товар это один из типов товаров, которые существуют в WooCommerce и которые характеризуются тем, что у него есть какие-то атрибуты. Атрибуты может быть все что угодно, но самый классический вариант это ботинки, то что представлено на изображении. Ну, ботинки или, например, одежда, обувь, то есть вот такие варианты, которые чаще всего имеют атрибуты, такие как размер, цвет. В данном случае цвет и размер это как раз и есть атрибуты, то есть при выборе цвета и размера у нас может изменяться цена, может изменяться изображение, может изменяться даже название при необходимости. Что нужно знать про атрибуты? Атрибуты бывают двух типов, глобальные и индивидуальные. Причем глобальные тоже может быть двух типов, он может быть вида архива, то есть когда, ну, своего рода рубрики, то есть объединяющим фактором может быть. То есть, например, если сделать атрибут цвет, например, архивом, то тогда вот здесь вот в деталях это будет уже активная ссылка. На реальном примере это выглядит, например, вот так вот. Ну, у меня здесь не вариативный товар, но тоже атрибуты используются. Атрибуты могут использоваться не только вариативных товаров, это глобальная таксономия, которая может использоваться в любом типе товаров. И у меня, например, на сайте атрибутами является, есть атрибут разработчик, который является архивом. Если я нажимаю на архив, у меня здесь выводится страница архива. Это вот живой пример, что такое глобальный атрибут в виде архива. Вернемся к нашим вариативным товарам. Давайте создадим товар, тапочки, это у нас будет обувь, и это у нас будет вариативный товар, создаем его. В вариативных товарах все данные можно задавать также по аналогии с простыми товарами, но единственный момент, что управление ценами и изображениями для конкретных вариаций уже происходит именно в меню вариаций. Но чтобы у нас появились на странице товара, появились вариации, их надо создать. Создаются вариации всегда из атрибутов. Но атрибуты можно создавать индивидуально, как я уже говорил. То есть здесь мы можем добавить атрибут, цвет тапочек. И здесь через вертикальную, читаем подсказки, через вертикальную черту можем написать цвет. В данном случае у нас получился атрибут наших тапочек, индивидуальный атрибут. Если мы обновим страницу и посмотрим, что у нас получилось. Здесь видите, что товара нет в наличии, так как мы вариации не создали, но атрибуты у нас уже появились. Они хоть индивидуальны. Чтобы у нас была возможность создавать из этих атрибутов вариации, обязательно при подключении атрибутов на товаре вот эту галочку ставим. Используется для вариации. Атрибут мы создали, теперь мы можем создать вариацию. Маленькая ремарка для тех, кто в коде. Индивидуально атрибуты сохраняются как мета в товаре. Глобальные атрибуты это таксономия. Но давайте вернемся к нашим уже вариациям. Можно создавать вариации вручную. Но это плохая практика, просто потому, что вы можете не учесть какие-то вариации. Ну, например, даже если у нас два цвета и один размер, то это уже четыре вариации будет. Поэтому все-таки я рекомендую создавать всегда вариации. Ну, если мы говорим про ручное добавление товаров вариативных, создавать вариации вот из этого размера. Создать вариации всех атрибутов. Нажимаем кнопочку применить, и нам автоматически WooCommerce создаст все нужные вариации. Только имейте в виду, чем больше атрибутов, чем больше в этих атрибутах значений, тем больше у вас будет вариаций. Ну, у меня два атрибута, соответственно, у меня всего две вариации. Здесь он сразу предупреждает, что в вариациях не установлена цена. Если мы здесь сохраним, вариации-то будут. Но у нас опять товар не будет работать. Не работает он, потому что все относится к цене, от цены танцуется. Поэтому вот здесь нужно поставить цену. Причем обратите внимание, мы поставили цену в одной вариации. То есть вот в белых есть, в черных нет. Когда мы сохраняем товар и смотрим, что у нас получилось. Обратите внимание, да, то есть у нас выводится только та вариация, в которой есть цена. В WooCommerce это жестко завязано. Для управления именно вариациями после создания вариаций у вас появится вот такой отдельный раздел, который позволяет массово для всех вариаций задавать какие-то значения. То есть, например, мы можем добавить цену. Добавить базовую цену, пусть будет вот такая вот цена. И у нас во всех вариациях будет стоять одна и та же цена. Проблема возникает, конечно, сразу, если у нас в разных вариациях разные цены. Это да. Это есть такая проблема. Но, возможно, есть плагины. Честно говоря, я с такими проблемами редко встречался. Обычно я или импортирую товары, а при импорте это по-своему все задается. Ну и еще один момент, который часто люди забывают. Значение форм по умолчанию. Желательно, ну, если вы не хотите добавлять пользователям лишних проблем, желательно для товара, вариативного товара, задать какое-нибудь дефолтное значение. Ну вот у нас сразу он, видите, то есть при загрузке товара, сразу у нас стоит значение белое, можем выбрать черное. Опять же, при изменении вариаций, то есть могут меняться картинки. Вот здесь вот для каждого вариации задаете свою картинку, она тоже будет изменяться. Теперь, что касается глобальных атрибутов. Управление глобальными атрибутами находится в разделе атрибуты. Ну, давайте зададим наш атрибут дополнительный какой-нибудь. Ну, например, это у нас глобальный атрибут. Можно ему задать ярлык, ну, то есть слаг какой будет. Можно его включить как архивы. И можно сортировку задавать. Но чаще всего ставить произвольный порядок. Сейчас покажу, что это такое. Добавляем атрибут. Вот размер тапочек. Сюда заходим. И у нас, в принципе, это обыкновенная таксономия, то есть по типу рубрики. Даже не по типу рубрики, а по типу, наверное, меток. Итак, вот у нас размер тапочек. Вот здесь у нас есть раздел «Установить правила». В этом разделе как раз задаются уже вложенные термы. Ну, то есть вложенные значения именно для атрибута размер тапочек. Ну, давайте зададим. Отлично. У нас атрибуты созданы. Теперь возвращаемся в наш товар. Опять же, выбираем атрибуты. Но здесь уже мы выбираем атрибуты не индивидуальные, а из этого списка. У нас вот здесь появился список. Вот наш атрибут, размер тапочек. Добавляем его. Выбираем все значения, ну, или только нужные. Ставим «Используемся для вариаций». Сохранить. У меня уже, ну, вот на данном примере, на данном сайте есть уже атрибут «Цвет». Я его тоже добавлю. И смотрите, если я здесь... У меня очень много цветов здесь задано, очень много атрибутов. Мне все они не нужны. Пусть будет... Я выбираю только белый, ну, и пусть будет желтый. То есть два атрибута только добавляю. Еще раз, чтобы было понимание. Глобально заданные атрибуты могут использоваться не только в конкретном товаре, а в любом принципе товаре. Потому что цвет может быть как у тапочек, так у велосипеда, так у яйца. И в атрибут глобальный загоняются все возможные значения товаров. Ну, в зависимости от того, какие у вас товары. Это естественно. Итак, сохраняем. Создаем вариации. Удаляем то, что у нас было. И создаем вариации из всех атрибутов. Четыре вариации. То есть у нас два цвета, два размера. Все нормально. Дальше задаем базовую цену. Все. В принципе, товар у нас есть. С ним уже можно дальше работать. Вот у нас есть и размеры, и цвет, и все на свете. Все. Красота. Причем, так как мы размер тапочек поставили, что это атрибут у нас архивный. Нажимаем здесь на тапочку, переходим в архив с размером. Вот и весь процесс создания вариативных товаров. Единственный момент. В e-commerce выбор вариаций на странице товара сделан через селекты. Не всем это нравится, не всегда это нравится. Поэтому чаще всего мы видим в магазинах, что здесь используются или какие-то лейбы, или картиночки, или цвет. Как подобное можно сделать? Простым поиском по репозиторию WordPress я нашел как минимум шесть плагинов, которые позволяют подобное сделать. То есть они так и называются, переключатели вариаций, Variation Watchers. Вот их шесть штук. Ну там еще какие-то есть, я вот просто первые, что попавшиеся, нашел. Но я пользовался двумя, которыми наиболее подошли. Опять же, в зависимости от темы вашей, в зависимости от пака плагинов, которые установлены на сайте, все это может работать по-разному. Поэтому, ну вот я использовал в своей практике два плагина. Вот это вот, они называются одинаковые, Variation Watchers for WooCommerce. Но один разработал команда Team Alien, второй разработал Emrad Ahmed. Работают они примерно одинаково, сейчас я покажу, как это делается. Но, насколько я знаю, что вот у Emrad Ahmed'а есть там еще премиум-версия плагина, которая позволяет выводить вот этот вот выбор вариаций уже на страницах каталога, чтобы в карточке товара были выбор подобной вариации. Ну, давайте посмотрим, как это вообще работает. У меня уже данный плагин установлен. Еще раз повторюсь, плагин я установил в Variation Watchers for WooCommerce от By Team Alien. Вот он у меня установлен. И у него нет вообще никаких настроек, ничего не настраивается. Я там чаще всего, ну, если мне внешний вид настроить, это я уже стили подгоняю. Это уже такая, тонкости такие свои. Он просто включается. И что у нас изменялось на сайте? У нас на сайте изменяются атрибуты. Смотрите, у нас появляется, при создании атрибута, появляется тип Color Image Label. Ну, все просто. Color это задается цвет. Там Color Picker такой. Image это можно, да, атрибут добавить. Картинку. Label это просто напишем. Ну, давайте теперь добавим к нашим размерам тапочек. Добавим Label. Итак, что нужно делать? Если у нас уже атрибут создан, а мы потом только установили плагин, тогда мы заходим в изменить атрибут, выбираем его тип, ну, размеры я ставлю Label, обновляем, возвращаемся в наши атрибуты. И у нас вот здесь уже появляется, при установке правил, у нас уже появляются, вот видите, такие штуки. Соответственно, нам теперь каждое правило надо изменить. Ну, так как это у нас Label, ну, в принципе, они вот так вот сразу и появляются. Вот Label, я так обычно и пишу. Ну, если это размер. Если для футболок, то там можно написать XL, там, или еще что-нибудь такое, XXL. Ну, здесь вот есть небольшие траблы именно с внешним видом, но это у всех плагинов она такая штука есть. Потому что WooCommerce сейчас активно развивается, и не всегда разработчики плагинов успевают за ядром WooCommerce. Давайте теперь добавим цвет к атрибуту цвета. Ну, такая, пардон за тавтологию, соответственно, нам нужно изменить тип этого атрибута и изменить сами атрибуты. Смотрите, когда мы заходим в сам атрибут, вот у меня, например, белый, здесь появляется Color Picker. Вот можно здесь задать какой-нибудь цвет, но вот такой вот я ему задам, чтобы он был более такой понятный. Ну, и здесь желтый тоже задаем. Все, смотрите, что у нас появляется. Опа, у нас появились цвета. Вот так вот создаются вариативные товары. Плагином вот этим вот, от Amran Ahmed и другого есть еще некоторые плагины, там еще как раз можно в Tooltip, вот в такой всплывачке, появится, собственно, название атрибута. То есть смотрите, как надо. Это уже все делается индивидуально в зависимости от того, какие у вас требования к магазину. То есть мне было, например, достаточно, чтобы он мне просто вот так вот выводил, я просто там менял стили, ну, под нужные мне, и все. Какие могут быть проблемы вообще вот с такими вариациями? В своей практике я подобных проблем не встречал. Единственная проблема возникает, то есть на сайте используется какая-нибудь супер премиум тема, я не знаю, там, типа Вудмарта и так далее. Но чаще всего в премиум темах подобный функционал уже зашит. Напоследок повторюсь, корректное отображение атрибутов на странице товара зависит от вашей темы и от ваших плагинов установленных. То есть может быть у вас какие-то плагины там конфликтуют или еще что-то. А на этом я завершаю свое видео. Сегодня мы разобрали, как создавать товары, как управлять атрибутами и как к атрибутам добавить картинки, изображения или цвет. На этом все, дорогие друзья. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Артем Абрамович. Берегите себя, всем удачи и пока-пока.